Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Римлянам 12 глава Наши служения транслируются на телеканале ТБН Россия и других каналах под общим названием «Иисус-Целитель». Кто из вас знает, что Иисус – Целитель нашего тела, но Он также предписывает нам иметь здравый мирный разум. Кто из вас знает, что Бог не просто хочет, чтобы мы жили в здоровье, Он хочет, чтобы мы жили в мире. Аминь. И лекарство для мирного ума. Это слово. Когда мы принимаем это лекарство, то, что нас беспокоило, то, что терзало наш разум, вредные умственные привычки уходят из нашей жизни. Аминь. Мы рассмотрим эту тему сегодня утром. Я хочу прочитать вам Римлянам 12 главу 1 и 2 стихи. Павел пишет «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего». А расширенный перевод говорит для вашего духовного поклонения. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Кто-то хочет иметь преображенную жизнь? «Преобразуйтесь обновлением ума вашего». Заметьте, он не сказал, что вы преображаетесь через рождение свыше. Он сказал, «Ваша жизнь преображается, когда ваш ум обновляется». Чтобы вам познавать, это слово еще значит «различать». Чтобы вам различать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Зачем? Чтобы вы избрали совершенную волю Божью. Для того, чтобы понять это наставление, нам необходимо также понять кое-что еще. Во-первых, каждый человек – троичное существо. Мы – дух. У нас есть душа. Наша душа состоит из нашего разума, нашей воли и наших эмоций. И живем мы в теле. Мы не тело. Мы – дух, живущий в теле. И нам принадлежит душа. Та часть нас, которая больше всего похожа на Бога, – это наш дух. Именно наш дух был создан по образу его. Аминь. Бог есть дух. И Бог сотворил нас быть духом. И Он предназначил нашему духу лидировать в нашей жизни. Не нашему разуму, не нашему телу. Аминь. И когда мы родились свыше, Бог в то самое мгновение сделал что-то с нашим духом. Он дал нам совершенно новый дух. Я хочу прочитать вам Езекииля 36, 26. Бог сказал, «И дам вам сердца новое». Когда Библия говорит о сердце, она не говорит об органе. Она говорит о сердцевине вашего естества. Итак, Он говорит, «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». Опять-таки, Он не говорит о сердце как об органе. Он говорит о центре нашего естества. Он дает нам совершенно новый дух. Именно эта часть нас рождается заново при рождении свыше. Итак, когда вы родились свыше, вы получили совершенно новый дух. Осознали вы это или нет? И в этом духе нет смерти. В этом духе нет ничего от старого человека. Вы новый дух, новый человек. И чудесно то, что жизнь Божья в вашем духе. Аминь. Больше не дух смерти, а жизнь Божья. Вот это рождение свыше. При рождении свыше мы получили новый дух, но у нас остался тот же ум и то же тело. Итак, Бог сделал что-то с самой важной частью нас, с нашим духом. Почему? Потому что когда дух изменен, тело и ум могут быть изменены. Аминь. Бог не исцелил ваш дух при рождении свыше. Он забрал старый и вложил в вас новый. Слово говорит, кто во Христе, тот новое творение. Древнее, старый дух прошло. Теперь все новое. Как все стало новым? Потому что вы получили новый дух. И теперь это новое идет и влияет на все вокруг. Но нам нужно позволить нашему духу доминировать и лидировать. Иначе ум, который не новый, тело, которое не новое, продолжит руководить нашей жизнью. А это не Божий план. Бог хочет, чтобы новый дух с его жизнью в нас доминировал и лидировал в нашей жизни. Аминь. Итак, он сделал что-то с нашим духом. Но, как мы видим в Римлянам 12 главе, именно нам дано указание сделать что-то со своим умом и телом. Без этого мы можем все еще жить на земле, как в аду. Если мы не займемся своим умом и телом, мы будем жить в мучении, терзании, тревоге и с телом, которое ведет нас в разруху. У нас не будет автоматического успеха просто от того, что в нас есть жизнь Божья. Бог выполнил свою часть, и теперь мы должны выполнить свою часть. То, чему нас учит Римлянам 12. С этим пониманием давайте еще раз взглянем на то, что Павел сказал в Римлянам 12. Итак, умоляю вас, братья, прислушайтесь к этому, умоляю, не просто советую вам. Он говорит, я умоляю вас. Это вопрос жизни и смерти для вас. Это настолько важно. Это основа вашего успеха. Недостаточно родиться свыше. Вы должны что-то сделать со своим Духом, чтобы Он лидировал, а не ваш разум и ваше тело. Если вами будет руководить ваше тело, оно приведет вас в разруху. Если вами будет руководить ваш разум, он приведет вас в полный провал. Но если вами будет руководить ваш Дух, в котором есть жизнь Божья, тогда вы начнете жить так, как Бог вам предназначил жить. Аминь. Проблема вот в чем. Библия говорит, что тело враждует против Бога. Это значит, что оно постоянно хочет чего-то другого, чем то, чего хочет Бог. Поэтому вам нужно сделать что-то со своим телом, чтобы оно не повело вашу жизнь в том направлении, которого не хочет Бог. Аминь. Итак, Библия говорит, что тело враждует против Бога. Оно на противоположной стороне от того, что хочет Бог. Скажем так, ваш рожденный свыше Дух находится на этой стороне, а ваше тело на той стороне. Ваше тело хочет чего-то другого. Разве вы не замечали, что когда вы позволяете своему телу получить то, что оно хочет, оно берет вашу жизнь в оборот. Оно просто... Оно натворит делов. Если его не обуздать, тело будет неуправляемым. Итак, у нас вот здесь Дух, рожденный свыше. И я имею в виду прямо при рождении свыше. Я сейчас не говорю о годах, проведенных с Богом. Тогда уже должны быть перемены. Так? Итак, мы Дух. И Библия говорит, что тело враждует против Бога. Плоть враждует против Бога. То есть, плоть не поведет вас в направлении Бога. Вам нужно повести свою плоть в направлении Бога. Вам нужно повести свою плоть в направлении Бога, потому что ваша плоть не поведет вас в направлении Бога. Но посреди всего этого у нас есть разум. И разум является переменной величиной. Если разум обновлен словом, он встанет на сторону вашего духа. Если разум не обновлен, он встанет на сторону вашего тела. И доминировать будет либо тело, либо дух, в зависимости от того, чью сторону занял разум. Если разум обновлен и встал на сторону духа, у вас двое против одного, и вы победили. Если разум встал на сторону тела, у вас двое против одного, и ваш дух проиграл. Именно поэтому Павел сказал, умоляю вас, сделайте что-то со своим телом, сделайте что-то со своим умом, потому что иначе вы не будете жить той жизнью, которую вам предназначил Бог, хотя вы рождены свыше. Не поймите меня неправильно. Есть миллионы христиан, которые ничего не делают со своим телом, ничего не делают со своим умом. Пойдут ли они все равно на небо? Да, они могут все равно пойти на небо, но у них будет ад на земле вместо небес на земле. А Бог хочет, чтобы мы жили предназначенной им жизнью. И это зависит от того, что мы делаем со своим умом и со своим телом. Так часто люди молятся, чтобы Бог сделал что-то с их физической жизнью, чтобы Бог что-то сделал с их умственной жизнью. Такая молитва не соответствует слову. Вам не нужно молиться и просить Бога что-то сделать с вашим умом и телом. Он сказал нам что-то сделать с нашим умом и телом. Я вам скажу, самое большое, что Он мог сделать для нашего ума и тела, Он уже сделал. Что? Он дал нам новый дух. Аминь. Это самое лучшее, что Он мог сделать для нашего ума и тела. Он дал нам то, что может доминировать над нашим умом и телом, чтобы привести нас к успеху. И мы получили указание что-то сделать со своим телом и умом. Наиболее благословенно живут на этой земле те люди, которые выполняют эти указания. Ваш пастор не может ничего сделать с вашим телом и умом. Все, что может сделать ваш пастор, это научить вас, что делать с вашим телом и умом. И дети, я хочу, чтобы вы знали, что какое-то время, пока вы растете, ваши родители могут помочь вам заниматься вашим телом и умом. Мы поможем, чем сможем. Но в конечном итоге, то, что ваши родители правильно обращаются со своим умом и телом, еще не значит, что вы правильно обращаетесь со своим умом и телом. У вас не может быть благословенного тела и благословенного ума просто из-за того, что вы живете с кем-то, кто сделал что-то со своим телом и умом. Вам нужно сделать что-то со своим умом и телом, независимо от возраста. Помню, когда мои дети были маленькими, и бывало, им снились кошмары, и они просыпались посреди ночи и плакали. Знаете, что я делала? Я их учила. Прямо посреди ночи я их учила, что делать. Почему? Потому что я не могу проконтролировать, как они будут обращаться со своим умом и телом в такие моменты. Все, что я могу сделать, это научить их. Я хочу, чтобы вы знали, все, что я могу, это научить вас. Все, что Бог может сделать, это научить вас. Если мы сидим и ждем, чтобы Он за нас все сделал, это не сработает. Он не будет этого делать, Он научил нас, что делать. Его Слово говорит нам, дает нам указания. И Павел сказал, умоляю вас, представьте тела ваши Богу. В жертву живую, святую, благоугодную Богу. Это ваше разумное служение или ваше духовное поклонение. Что все это значит? Ну, до того, как мы родились свыше, мы предоставляли свои тела греху. Если наше тело не делало что-то плохое, мы говорили, давай уже, пойдем займемся этим. Наше тело брало на себя ведущую роль, а мы просто предоставляли его всем доступным неправильным поступкам, потому что мы совершенно себя не обуздывали, аминь. Я просто говорю в целом. Но теперь он говорит, не предоставляйте его больше неправильным поступкам, предоставьте его Богу. Что это значит? Предоставьте его правильным делам, предоставьте его праведности, аминь. От того, поступаем ли мы с нашим телом правильно или нет, будет зависеть здоровье нашего тела. Мы не можем жить в любом неправильном направлении, которое нам заблагорассудится, и при этом думать, что мы можем верить Богу о благословенном теле. Аминь. 1 Петра 2, 24. Что там сказано? Кто-то, подскажите мне. Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, посмотрите, жили для праведности. И посмотрите, ранами Его вы исцелились. Он заплатил цену, чтобы мы могли жить для праведности, и тогда мы можем жить в исцелении. Аминь. Так часто люди заявляют, ранами Его я исцелен. Это хорошо, но вы забыли вторую часть. Жили для праведности. Жили для праведности. Ранами Его вы исцелились. Аминь. Наше дело предоставить наши тела праведности. В том, что не помогает нам жить в духе, наше тело не должно участвовать. Аминь. Неприятно, что такое происходит в Соединенных Штатах. Я знаю, что в других странах к этому подходит по-другому, но что касается Соединенных Штатов, грустно, что люди, и я имею в виду люди в церквях, обращаются неправильно со своими телами, пичкают свои тела неправильными вещами, употребляют алкоголь, принимают наркотики, и даже не задумываются, если что-то не ведет вас к праведности. Если это не делает вас более духовными, не позволяйте вашему телу в этом участвовать. Если это делает вас более плотскими, не позволяйте своему телу в этом участвовать. Вот в чем суть. Не делайте со своим телом ничего, что приведет вас в более плотское состояние. Если что-то не делает вас более духовными, это наносит вашей жизни вред. Итак, он сказал, представьте тела ваши Богу праведности. Аминь. Аллилуйя. Слава Господу. Итак, нам нужно осознать, что у нашего тела были привычки, когда мы родились свыше. У нашего тела есть способность вырабатывать привычки. У нашего разума есть способность вырабатывать привычки. У нашей плоти есть способность вырабатывать привычки. И это хорошо, если вы обретаете правильные привычки. Тогда, даже когда вам не хочется поступить правильно, сработает привычка поступить правильно. Так? Это значит, что когда вы родились свыше, у вашего тела уже были дурные привычки. И если вы предоставите себя Богу, вы сможете избавиться от этих дурных привычек. Например, привычка понуждает вас пить, понуждает вас курить, понуждает вас сквернословить, какая бы дурная привычка у вас не была, вы можете сказать, нет, 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 я больше так не поступаю. Я не буду предоставлять свое тело тем поступкам, которые оно совершало прежде. Я предоставляю свое тело праведности. Позвольте вам сказать, когда возникает желание или плоть тянет вас к дурной привычке, поучаствовать в чем-то, сделать что-то не то, ответьте на это так, как я только что показала. Я так больше не поступаю. Я не буду этого делать. Ответьте на это. Я так больше не поступаю. Этим извращением я больше не занимаюсь. Этим грехом я больше не занимаюсь. Беспокойством я больше не занимаюсь. Страхом я больше не занимаюсь. Ответьте на это. Аминь. Римлянам 6, 13 и 14 стихи. «И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды» или «не сдавайтесь неправедности». О чем он говорит о членах вашего тела? «Не сдавайтесь неправедности». Некоторые люди говорят, я не могу перестать это делать. «Можете». Вы можете сказать, слово говорит мне не сдаваться, и я не буду больше отдавать этому мое тело. То, что вы прежде этому сдавались, не значит, что вы обязаны продолжать сдаваться. Вы можете сказать, нет, хватит, хватит, хватит. Я больше не смирюсь с этим в моей плоти. Этому не бывать. Мое тело не руководит мною. И послушайте, если люди обретают дурную привычку, дьявол ее разжигает. Но когда мы обретаем хорошую привычку, Бог наполняет ее силой. Аминь. И когда вы чувствуете, как дьявол разжигает дурную привычку, что это значит? Он давит на нее. Если у нас есть дурная привычка, он на нее давит. И даже если вы чувствуете такую неодолимую тягу продолжать что-то делать, это прекратится, если вы на это ответите. Но я чувствую, что мне прямо надо выпить. Я просто должен покурить. Я просто должен заняться этим извращением. Нет. Если вы только ответите на это и скажете, прекрати, прекрати, прекрати. Почему? Потому что теперь в вас есть жизнь, чтобы справиться с этим. Вы больше не пытаетесь справиться с этим при помощи мертвого духа. У вас живой дух, в котором есть жизнь и сила, и помазание Божье. И вы можете ответить, прекрати. Итак, в Римлянам 6.13 сказано, «И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу». Заметьте, грех не может вас заставить им заняться. Для этого вы должны сдаться ему. Но и праведность не может вас заставить быть праведными. Вам нужно ей сдаться. Наша жизнь является отражением того, чему мы сдаемся. Аминь. Наша жизнь отображает то, чему мы сдаемся. Если нам не нравится это отображение, нам нужно поменять то, чему мы сдаемся. Аминь. Но представьте себя Богу, как оживших из мертвых. Это про нас. У нас был мертвый дух. Но это больше не так. У нас живой дух, в котором есть жизнь Божья. Но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Что это значит? Не позволяйте своему телу участвовать в чем-либо, что Бог не благословляет. Аминь. Это будет вам диктовать, куда будет ходить ваше тело. Если вы ходите в неправильные места, с вами произойдут неправильные вещи. Люди говорят, я не понимаю, почему Бог это допустил, потому что вы пошли в неправильное место. Люди говорят, я не понимаю, как Бог допустил мой брак с этим плохим человеком, потому что вы пошли в неправильное место, приняли неправильное решение. Бог не допускал этого. Вы этому сдались. Аминь. Значит, важно, что вы делаете в пятницу вечером и куда ходите, даже если ваша мама с папой и ваш пастор не знают, что вы там. Дьявол, который вас ненавидит, знает, что вы там. Даже если никто не знает, что вы смотрите на компьютере, дьявол знает, и он будет это разжигать. А потом люди говорят, почему Бог это допустил? Потому что вы этому сдались. Я хочу сообщить вам хорошую новость. Вам никогда больше не нужно сдаваться неправильным вещам. Больше никогда, никогда, никогда. Никому из нас не нужно сдаваться тому, чему мы сдавались прежде. Пастор Нэнси, как мне этому не сдаваться? Говорите с этим, говорите с этим. Вслух говорите с этим. Скажите, нет, нет, нет. Я не позволю моему телу это пить. Нет, я не позволю моему телу это вколоть. Нет, я не позволю моим глазам на это смотреть. Нет, я не позволю. И потом сдавайтесь праведности. Что такое праведность? Как насчет поклонения? Я поклоняюсь тебе, Отец. Я прославляю тебя, Отец. Вам нужно сдаться чему-то другому вместо того, что пытается подставить вам под ножку. Если мы не станем ничего делать с нашим телом, оно продолжит тащить нашу жизнь в неправильном направлении. Павел сказал, умоляю вас, сделайте что-то со своим телом. Что же нам нужно с ним сделать? Сдаться. Сдаться Богу и перестать сдаваться неправильным вещам. Вы скажете, я уже пробовал, я не могу. Это ложь. Если Бог сказал, что вы можете сдаться праведности, значит, можете. Если Он велел нам перестать сдаваться греху, то мы можем перестать. Ну, меня просто бес заставил. Нет, 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 нет. В вашем духе бесов нет. Возможно, бес прицепился к вашему разуму и к вашей плоти, но в вашем духе есть помазание, которое может его отсечь, если вы Ему ответите, если вы Ему ответите, если вы Ему ответите и скажете больше никогда, никогда, никогда. И вам придется сказать это не один раз. И вам придется сделать это не один раз. Как долго мне придется это делать? Насколько сильно вы этого хотите? Если вы Еле-Еле этого хотите, вы Еле-Еле будете это делать. Если вы на самом деле этого хотите, вы на самом деле будете это делать. Аминь. 14 стих. Римлянам 6, 14. Послушайте. Хотя я снова начну с 13-го. Он слишком хорош. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды. Но представьте себя или сдайтесь Богу. Как насчет того, чтобы сдаться, молясь на языках, каждый раз, когда что-то пытается до вас добраться? Это значит сдаться Богу. Как насчет того, чтобы отдаться поклонению Богу? Как насчет того, чтобы отдаться пению в духе? Как насчет того, чтобы отдаться молитве? Как насчет того, чтобы просто читать Библию? Это значит сдаться Богу. Делайте что-то, во что Бог может вовлечься, когда ваша плоть хочет сделать что-то неправильное. Но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши, отдайте их Богу в орудие праведности. И посмотрите на 14 стих. Грех не будет над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Что это значит? Это значит, что когда вы родились свыше, благодать Божья, которая наделяет вас силой жить праведно, стала вашей. Вы не будете жить праведно силой воли. Вы не скажете «нет» дьяволу просто от того, что у вас большая сила воли. Вас поддерживает благодать Божья. Вас поддерживает благодать Божья. Потому что благодать Божья в вас, чтобы помочь вам жить праведно, а не для того, чтобы позволить вам делать все, что вам заблагорассудится, а на вас, чтобы помочь вам жить праведно. Аминь. Вот почему у многих христиан мучения в разуме, а они не живут в чистоте. Аминь. А потом хотят, чтобы Бог что-то сделал, чтобы благословить их разум, а сами не живут в чистоте. И я не говорю только об участии в греховных поступках. Как насчет обиды? Как насчет непрощения? Как насчет горечи? Как насчет бунта? Это все не чисто. Это неправедно. Иногда люди идут по жизни и даже не осознают, что они держат в себе горечь, непрощение, обиду. Они этого даже не осознают. Но если вы пробудитесь, Дух Святой просветит вас и скажет, примени к этому мою благодать. Что такое благодать? Это его способность, которая поддерживает вас и помогает вам жить той жизнью, которую он вам предназначил. Это наделение силы от Него. Аминь. Мы поступаем правильно не при помощи силы воли. Мы поступаем правильно, потому что нет. Жизнь Божья во мне, сила Божья во мне, помазание Божье во мне. А значит, у меня есть Его способность. Я это делаю Его способностью, а не силой воли. Я это делаю Его способностью. И у каждого из нас есть Его способность. Если мы рождены свыше, у нас внутри есть Его способность. И я обожаю это. Грех не будет над вами господствовать. Вам нужно говорить, грех больше не господствует надо мной. Извращение больше не господствует надо мной. Страх больше не господствует надо мной. Почему? У меня новый господин, у меня новый Господь. До того, как я родился свыше, это могло господствовать надо мной. Но теперь я в другом царстве, и все это не может господствовать надо мной. Аминь. Дурные привычки, алкоголизм, наркомания, все это больше никогда, никогда не будет господствовать надо мной. больше никогда. Если вы хотите быть свободными в своем теле, вам нужно говорить со своим телом. Вам нужно говорить с тем, что пытается повлиять на ваше тело. Аллилуйя! Я сказала, аллилуйя! Мы можем и сделаем что-то со своим телом. Аминь! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Слава Господу! Слава Господу! Слава Господу! Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейна.